девочки всем добрый день мы связали кое-какие образцы и лицея привезла образец из вегеталий к это у нас пряжа которая бамбук с коноплей я брала домой трейси марджериту и шелк free тайм-глосс который вот сейчас я вам покажу поближе что получилось и уже готовы буду максимально точно ответить на ваши вопросы по расходу по тактильным ощущениям а также забираю сегодня домой а еще кое-какие бобины буду вязать новые образцы начнем мы с вами наверное вот с этой пряжи который мне понравилось изначально еще на этапе когда я заказывала ее у поставщика да что понравилось понравилось крашене сама цвета сочетание цветов понравилось то что у пряжи в шнурочке вот ну и конечно состав хлопок со льном образец я связала на спицах 4 миллиметра что могу сказать секция складывается очень интересно но она будет совершенно другой при круговом вязании да если это будет плечевое изделие здесь прям так сконцентрировано точечно до видно прям пятнами зеленый такой цвет ментоловый точно также желтая складывается на и молочная основа при круговом вязание скорее всего это будут растянутые полоски плавно переходящие из одного цвета в другой не будет такой ряби вот связала я еще вот этот рисунок я давно хотела связать именно из ленточной пряжи такое рисунок вот такие вот спущенные петельки волнушечки мне очень нравится как он смотрится у меня связан даже есть футболка с таким рисунком а если нужно я описание подкреплю она абсолютно бесплатная и вы уже будете вязать себе футболки из разной пряжи по этому описанию вот связан образец на спицах 4 что хочу сказать он постиран конечно же а после стирки образец уплотнился шнурочек стал такой более сжался что ли он я сказала да вот у прям был такой более рыхлый сейчас он прям плотный я не могу сказать что он очень эластичный при том что это в принципе шнурок должен он обладать какой-то эластичностью нет ленточка до сама здесь прям так плотненько он улегся и максимально стабильный вот смело можно брать если вы вяжете также как я со средней плотностью смело можно брать спицы 5 он будет такой более пластичный более мягкий по текстуре вот поэтому как бы ну я бы рекомендовала спицы ну минимум четыре с половиной и же рассмотрим саму ленточку вот смотрите вот видите как она сплетена ну и соответственно секция идет вот плавный переход идет от цвета к цвету вот сначала молочные потом такой зеленый идет ментоловый нежный цвет потом желтоватый потом опять он переходит молочные здесь у нас на 100 грамм 250 метров но его спицами я 4 вязала все-таки рекомендую я наверно спицы вам больше четыре с половиной пять вязать конечно же футболки летние джемпера кстати тут уже я отмотала тут наверное хватит еще на один джемперочек ну либо на футболку большого размера вот вот этот отмот весом 510 520 грамм примерно так либо это джемпер либо это две футболки следующий образец который связала люция это у нас пряжа вегетали здесь у нас идет 280 метров на 100 грамм 90 натуральный бамбук 5 буретный шелк и 5 конопля вот спицы у нас здесь три миллиметра смотрите классно лежит и в лицевой глади и в рисунок она здорово укладывается и резиночка в принципе тоже симпатичненько она конечно же ну не пружинит да потому что здесь пружинит нечему смотрите как здорово между собой сочетаются цвета можно какой-нибудь полосатик сделать футболку неважно двухцветных трехцветного или там я не знаю все цвета взять смешать до разные толщины полосочки сделать или сделать один цвет одним рисунком здесь лицевая гладь но в общем во что ваша фантазия разыграется дата и можно сделать так что у но не скажу что она слишком поменялась после в то по объему ниточка до что она там как-то образец как-то там изменился в размерах нить сама вот покажу поближе не сильно крученая она вот состоит она из пяти ниточек так и у нас фокус а нет из шести даже вот вру раз два три четыре пять шесть из шести ниточек она состоит шести нитка не косит полотно да что как бы немаловажно подойдет для футболок для джемперов для детских вещей супер вообще и цвета такие прям нежненькие для тех кто любит спокойные нежные цвета кстати голубой здесь ярче чем на самом деле он такой более приглушенный более матовый это у нас зеленый цвет это у нас нежно-ванильный желтый цвет вот такой вот смотрите какой классный ну и такой лавандовый цвет сейчас я вам покажу палитре у нас восемь цветов один круче другого посмотрите какие нежные они все сочетаются как я уже сказала между собой очень прекрасно вот это два оттенка ментоловых попробуем показать разницу тяжело передать конечно этот более такой зеленый более яркий оттенок этот побледнее дальше у нас пошел вот этот вот меланжевый желтый это у нас фисташковый цвет лиловый лавандовый цвет села небо и антик вот такой пудровый античные розово-бежевый немножко с капучино вот еще раз покажу сейчас вам вот так вот посмотрите классные цвета все и сочетаются между собой здорово все еще раз повторю сделано это акцент пряжа таким небольшим пушочком да видно немножечко прям такой есть но очень гладко в принципе шелковистая но матовая она не блестит изделие получится но не тяжелым я думаю можно спокойненько взять спицы три с половиной а мне кажется еще можно с махером ее замешать или шишибрики сюда добавить связать можно абсолютно все что угодно от джемпера до майки я бы хотела вам показать вот этот потрясающий шелк артикул free time gloss оригинальный конус биоджули модеста мешочки тоже оригинальный биоджули модеста невероятный шок достаточно толстый он я уже показывала он вот в такой вот цепочке здесь у нас 80 процентов шелка и 20 процентов полиамида получается вот на 100 грамм у нас здесь 280 метров вязала на пятерки смотрите какой струящийся получается полотно шелковистое соответственно да и пластичная очень текучие такое но не тяжелая хочу я вам сказать вот после в то он ну объем она не набрало в размерах не поменялось но опять же это маленький образец я думаю что большой образец все-таки наверное по тяжести под своей немножко вниз вытянется также как и вискоза хороша в лицевой глади и вот такой я сделала рисунок двойной рис и в платочной вязке я думаю усложнять здесь ничего не стоит потому что игра вот этих вот бликов шелкового и немножко полиамида да она дает такой эффект очень интересный перламутровый вот что можно сделать для тех кто любит прям вот супер супер да можно добавить пагеток сейчас я покажу давайте сначала цвета посмотрим этого шелка вяжется кстати он очень легко вот немножко такой пушочек даже есть кстати вяжется очень легко я вязала металлическими спицами из-за того что это шнурок абсолютно он никуда у вас не утекает хорошо плотненько прилегает обволакивает спицу да поэтому можно смело вязать на металлических спиц посмотрим на цвета начнем наверное вот с этого бирюзово-голубого очень красивый такой цвет насыщенный прям летний потом вот так к этому цвету я очень неравнодушна такой терракотовый либо как вот еще сейчас пошел пришел у нас последний цвет выгита это гончарная глина но он больше такой оранжевый терракотовый цвет стальной серый холодный оттенок очень красивый глубокий насыщенный темно-синий невероятно красивый потом вот такой бежевый золото очень интересный ну и образец собственно из какого цвета связан такой вот пыльная роза нежный переливается так красиво компаньоны к нему какие я подобрались и подобралась и хочется прям вам блеска да это конечно королевские пайетки вот к этому ярко-голубому да можно подобрать вот эти пайетки голографические так дальше вот к этому оранжевому терракотовому вот такие корица цвета пайетки классно будут смотреться к синему идеально подходит конечно вот такой синий очень здорово но как бы я считаю что много в принципе не надо до пайеток там пару рядочков провязала достаточно он сам по себе такой шикарный дорогой состав и смотреться будет ваше изделие очень дорого дальше вот к этому стальному серому вот эти конечно же пайетки серые классно смотреться будут и к золоту идеально тон в тон вот эти золотистые пайетки супер прям попадание максимально точная как будто они прям созданы друг для друга вот если вам хочется такого прям шика блеска да но в принципе он сам по себе очень самодостаточный особо никаких украшений не требует классно будет не только топ какой-то да нарядно тоже будет но и конечно же какой-нибудь джим пирог вот на джим пирог нужна будет вот такая одна бобиночка здесь около 500 грамм плюс минус да вот достаточно будет такой бобиночки крутой будет свитер для лета не для лета в офисе комфортно будет ну и конечно же от вас точно никто не сможет оторвать глаз просто тактильно невероятный вязать его очень легко работать с ним прям просто я даже не ожидала если честно и смотрится он очень богато черт покажу вам образец немножко цвет неправильно передается искажается он такой более розовый показать этого не получается прям максимально точно передать вам похолоднее здесь мы прям какой-то теплый на самом деле он похолоднее этот розовый ну вот уже более-менее так ближе к реальности хотя бы оттенок соблюден да но все-таки он поярче немножко он бликует из-за этого я думаю не получается передать хотя максимально стопроцентная цветопередача максимально сто процентов здесь тоже вот это тоже вот этот немножечко светлее белесе получается чем есть на самом деле такой красивый очень золотистый оттенок ну и розовый не получается у меня передать вот пряжа полный восторг девочки вот она действительно стоит своих денег и изделие из нее точно стоит связать вот сто процентов минимум это футболка кстати еще хочу дополнить да такое немаловажное дополнение вроде бы шелк вроде должен быть цеплючи до на затяжки реагировать абсолютно спокойненько затяжки которые образуются расправляются потому что шнурок видимо сплетен таким образом что она не подвержена вот этим вот зацепкам как знаете от пряжи кашсета там прям настолько деликатный аккуратный шнурок что там чуть-чуть зацепился и все вылазит затяжка которую не и куда не убрать не исправить здесь затяжка если вы сделаете она возвращается обратно при вот таком вот при такой манипуляции до потянули она возвращается обратно в шнурок встает на место так скажем строй и никакой деформации и эстетика не нарушается и ваше изделие будет выглядеть как новое вот поэтому это огромное преимущество огромный бонус этой пряжи один образец которые успели связать это у нас а марджерита вместе с шиши бриками с люрексом с утолщенным до артикул называется lucky star именно вот люрекс нить получается у нас подобрана тон в тон так совпало что вот этот желтый цвет марджерита подходит очень вот к этому желтому люрексу и тут такие неоновые пайеточки ой господи пайеточки люрексовое утолщение да немножко такие вот беленькие есть вот посмотрите как это смотрится в полотне образец повыта шины уже люрекс прям конечно стабилизирует полотно резинка связана на трешках дальше лицевая гладь связана на три с половиной что могу сказать вяжется легко нитка не расслаивается полотно не косит в зависимости от того конечно какую вы плотность хотите соответственно у вас и калибр спиц да мы будем подбирать с вами в платочной вязки хорошо смотрится хочу еще взять ее связать без шиши бриков просто одну ниточку до посмотреть какая она будет насколько она будет пластична насколько она будет деформироваться этот образец само собой не деформировался никуда не потек и и не расширился потому что его стабилизирует шиши брить и вот потому что здесь у нас нить основная такая что она держит до получается хоть тут и вискоза но она такая стабильная вот полиамид 20 процентов 5 процентов акрила очень стабильная вот поэтому как бы если вы хотите вашу пряжу стабилизировать можно спокойно брать вот шиши брики все шиши брики вот этот узелковый люрекс у нас находится в разделе узелковый люрекс на сайте он выведен прям в отдельный раздел зайдете и увидите что там есть вернемся к нашему образцу тактильно да до vto такой он был суховатый как проволочка после vto он конечно раскрылся он не увеличился в объеме там сильно да как-то но немножечко чуть-чуть уплотнился вот но он стал более гладкий более шелковистый более мягкий вот марджерита что у нас составе в составе у нас идет это филкомовская пряжа до такой летний состав что у нас составе составе у нас идет 50 процентов шелка 35 льна и 15 кашемира вот пушок кашемировой его видно он есть видно ли он вот видите да вот он ли он там даже бобинку что покажу вот он ли он его видно прям ну и шелк такой матовый он не глянцевый не лосковый как мы с вами сейчас смотрели free time gloss да он такой матовый вот пряжа очень достойная очень классно будет и для джемперов тонких и для водолазок и для футболок летних классно будет деткам принципе вообще можно вязать все что угодно можно брать ее из подмотом да вот так же как вот шиши бриками можно с мохером с подмотом можно в две нити она хорошо будет смотреться в рисунке в каком-то вот катя вязала в группе нас telegram уже выложила образец связан сотами в две нитки очень здорово объемно смотрится и все-таки лоск у нее такой небольшой есть присущий шелку классная пряжа прям максимально летние поэтому всем рекомендую сейчас мы с вами посмотрим цвета таких вот нежных лавандовых оттенков такой нежно-розовый здесь такой цвет вереск больше более сиреневый и вот такой настоящий лавандовый сиреневый оттенок дальше пошли по таким нежным очень сложный для цветопередачи цвета вот это такой серо-белый здесь немножко голубит а этот прям такой голубоватый вот как на как на фото вы его видите на видео такое он и есть это тоже в принципе но вот эти три я поймала хотя в принципе девочки вот я сейчас под этим углом снимаю все цветопередачи в принципе правильная все цвета передаются вот этот немножко поярче только более такой персиковый красивый такой нежный цвет так это желтый с которого образец связан с шиши бриками вот я специально поставила рядом вот этот очень красивый здесь он прям яркие более спокойный и более уходит в лазурный такой зелень немножко и вот этот лаймовый классный цвет с шиши бриками тоже один в один тоже можно связать вот получается 10 цветов палитре принципе можно подобрать на любой вкус и пряжа такая очень очень интересно вот в этом цвете тоже смотрите как видно хорошо ли он вот эти вот растительные волокна кстати он вообще не сыпется когда его вяжешь и ниточка вот она сама по себе покажу вам поближе ниточку сейчас вот она смотрите видите она скручена получается из двух ниточек вот я ее разделила специально чтобы посмотрели поэтому косить полотно ваше не будет вот прям узнать такая очень фактуру не интересно это пряжа прям хочется трогать ну и соответственно носить тоже вот она сегодня все девочки все на сайте еще раз напомнит артикул марджерита по расходу будет экономично у нас здесь на 100 грамм 550 метров вот поэтому расход они и очень экономичные